Здравствуйте! Сегодня в области спорта Спартакеада строителей новой спортивной площадки в Преамуре и мастер-класс для юных туристов. Об этом подробнее смотрите далее. Денис Ферденко в студии. Денис Ферденко в студии. Также рабочие выясняли, кто из них лучше в лыжных гонках, пулевой стрельбе, баскетболе, плавании и шахматах. Как отметили в пресс-службе «Газпромпереработка» Благовещенск, участниками Спартакеады стали более 500 человек. В 2018-м в соревнованиях участвовали 8 команд, состязания прошли по 8 видам спорта. В этом году уже 11 сборных соревновались в 10 видах спорта. В итоге победителем стала сборная «Непегаза» серебро у команды «Техпроминжиниринг» на третьем месте «Газпром-Трансгаз Томск». Сразу несколько спортивных площадок построили в городах и районах области. В Завитинске на стадионе «Факел» установили тренажеры, турники, теннисный стол, оборудовали баскетбольную площадку. На спортобъект потратили 3 миллиона рублей. Средства выделили из федерального, областного и местного бюджетов. На территории Свободненской школы номер 8 после капитального ремонта открылся новый стадион. На территории появилось футбольное поле, беговые дорожки, площадки для воркаута, баскетбола, волейбола и даже конструкции для самых маленьких любителей спорта. Ремонт здесь начали в июле 2018-го. В общей сложности на строительство направили около 60 миллионов рублей. Средства на возведение спортобъекта выделили из федерального и областного бюджетов. Жители Шимановска будут сдавать нормы ГТО на специальной площадке. Ее оборудовали на стадионе школы. Объект построили по госпрограмме «Спорт. Норма жизнена» с проекта «Демография». Деньги на строительство выделили из бюджетов трех уровней. Нормы ГТО за последние 4 года в Шимановске сдали 2500 школьников. В 2017-м к спортивному тестированию присоединились и взрослые. Напомню, спортплощадки уже построены в Новосергеевке Серышевского района Ромнах. Завершаются работы в селах Марково, Черновка и Токур. В 2020-м году оборудование установят в Райчихинске, городе Сковородино, Селеново-Киевский Увал и в Тындинском районе. В общей сложности на реализацию госпрограммы развития физической культуры и спорта в Преамурье выделено 90 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Пройти по скользкому бревну, взобраться на скалодром и преодолеть пропасть. Юные благовещенцы осваивали спортивный туризм. На территории стадиона «Юность» для ребят провели открытый бесплатный мастер-класс. Стать первопроходцами решились около 200 детей. С ребятами работали опытные инструкторы. Чтобы избежать травм, каждого школьника экипировали спецоборудованием и обеспечили страховочной системой и каской. Такой мастер-класс отметили в администрации Благовещенска, планируют проводить каждый год. Он стал возможным благодаря грантам Минспорта области и Управлению по физической культуре и спорту и делам молодежи областного центра. На выигранные средства построили специализированную площадку на территории спорткомплекса «Юность». В завершении анонс спортивных событий этой недели. 13 сентября в Благовещенске пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень». С 13 по 15 сентября в спорткомплексе «Юность» состоится международный турнир по бадминтону Кубок Азии. 14 сентября на соревнованиях в городском парке встретятся любители пляжного волейбола. Начало в 15.00. 14 сентября в Благовещенске автогонщики выяснят, кто из них лучший. На картодроме 8-го километра Новотроицкого шоссе пройдет чемпионат областного центра по тайм-атак. Третий этап. Старт в 11.00. На сегодня все. За самыми свежими событиями из мира амурского спорта следите на нашем официальном сайте, в социальных сетях и в эфире Амурского областного. Будьте в спорте и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова